алоха ребятки с вами снова на связи я богомен и с наступающим вас новым годом немножечко новогоднего безумия а все почему потому что здесь у меня кальян от компании шикар и так немножечко расскажу вам про сам бренд появился бренд в 2018 году и изначально это были персоналки деревянные резные можно так сказать так вот в чем прикол отсюда как бы появилось название ши это шиша карвер это типа резчик и резник не знаю около того вы короче поняли посыл так вот ребятки типа начали продаваться в европе и почему собственно в европе немножечко такой теперь приквел да как начальной истории это ребятки изначально занимались тачками и делали всякие там типа lowrider и там и так далее и катались с ними по европе по россии там по разным фестом и так далее вот я сразу скажу я в этой вот ну типа задротской автомобильной теме не силен поэтому я там буду периодически брать телефон подглядывать то что мне написал собственно производитель вот в 2018 году были только персоналки да и по сути до этого времени все что знали о кальянах эти ребята ну с их слов понятное дело это только про эми и халил мамуны все больше для них ничего особо не было вот и первым как пришло на ум до создавать кальяны это павел есть такой у них соучредитель не знаю как хотите называйте в общем владелец компании да он собственно тоже занимался тачками и первое как ему пришло на ум это было на каком-то очередном фесте ему подарили крутой диск автомобильный да и собственно он с этого диска и сделал свой первый кальян то есть типа виде диска была колба он там ее модернизировал да и поставил там условно говоря обычную палку и получился такой кальян палка с нестандартной колбой но тем не менее в итоге это все вот эта вся история до которую я сейчас рассказываю переросла в модель под названием hook wheels это называется так модель кальяна да от шикарми но в 2018 году еще даже не было этого кальяна были только персональные мундштучки которые они продавали в европе и так далее в ближнем зарубежье можно так сказать и благодаря этому стали ну там насколько это возможно популярными известными да и поэтому когда начали делать кальяны решили не менять название своего бренда так вот первая модель у них была hook wheels потом появилась модель static и static easy static easy это можно так сказать уменьшенная модель ну дальше вы там уже все посмотрите я вам поподробнее расскажу но суть типа очень прикольная что ребятки из авто темы перешли в кальянную тему возможно там даже не перешли а и там и там так скажем двумя попами на одном стуле сидят ну точнее наоборот но вы меня поняли так вот и то есть они свои знания из вот той вот темы автомобильные переносят в кальянную это всегда очень круто такие вот интеграции что ли мне всегда это импонирует но давайте короче соберем сейчас кальянчик покурим на нем и уже пообщаемся ну про то что это такое у нас тут вообще происходит ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребятки, чашечка наша забита. Давайте взорвем и будем уже все обсуждать, что у нас тут есть, чего и у нас тут нет. Итак, начнем с небольшого еще такого описания, да, касательно кальяна. Вот тут вот я воспользуюсь, с вашего позволения, подсказкой от производителя. Итак, кальяны Static и Static Easy, как я уже сказал, отличаются только лишь высотой кальяна, да. Ну и там еще парочка моментов, типа там основание здесь из поля от стали, а в Static в обычном из нержи. Вот, но в целом, как бы, суть у них одинакова. Итак, конструктив вот этот вот шахты, да, нашей полностью повторяет автомобильный кайловер. Сразу же тут хочется передать привет Вове Мамаеву, который, собственно, производитель Mamai Customs. Вот, но, как утверждают ребятки из Shikarver, что когда они делали свои кальяны, они не знали, как я уже говорил, не то, что там о каких-то Mamai'ах, они не знали даже там о более известных. Знали только про Эми и Халил Мамун, типа и все, больше ни на чем не курили. Ну, как бы, тут уже такая история, верить или нет. Да, они там, типа, чуть вроде бы и внешне похожи, но в то же время и отличаются. Ну, типа, вы не перепутаете Mamai и Shikarver, как бы, да, вот, я думаю, вы внешне видите. Итак, конструктив, повторюсь, да, полностью повторяет настоящий автомобильный кайловер. Есть шток, картридж, регулирующая гайка, контргайка, верхняя прижимная гайка, пружина, шаг которой и толщина взяты с настоящего кайловера. На секундочку. Я просто вот эти все, типа, термины, слова для меня ничего не значат особо, да, потому что я не в автотеме. Но вдруг есть такие люди, которые в автотеме, вот вам, пожалуйста, можете написать в комментариях, если вы шарите, насколько это правда. Потому что я, честно говорю, не шарю. Итак, наша стандартная с вами схема плюсы и минусы. Первый плюс, он очень субъективный. Вот прям очень. Это чисто лично сугубо мое мнение. Но, бля, прикольная коробка. Во-первых, во время распаковки, я думаю, вы заметили, да, что я там, типа, все быстренько так и красиво делал. Но, по факту, каждая деталь там была замотана, обмотана упаковочной пленкой. У большинства деталей, да, отдельные коробочки. Ну, короче, в целом, как бы, вроде бы простенько, да. Но вот эта вот история, типа, с стикером огромным, да, маркером подписано. Еще тут подписали бага. Очень приятно, спасибо, ребятки. Типа, простая коробка, да, немного добавляет к себестоимости, да, продуктах, соответственно, и к конечному ценнику тоже. Но, тем не менее, тем не менее, ну, вот, в ней есть что-то, что сугубо лично меня цепляет. Как-то так. Оп, летим дальше. По плюсам. Есть вариативный диффузор. То бишь, захотели-сняли, захотели-одели, от этого меняется ощущение тяги в кальяне. Это плюс. Второй плюс. Это просто плюс, за который, типа, шикарвер в моих глазах получил отдельный респект и вырос. Когда я его получил, я увидел, что погруженная трубка вкручивается не в полиацеталь, а во втулку из нержи. Вот прям, мои швейлайки. Класс. Дальше. Внешний вид. Да, типа, даже если вы не человек из этой тематики, кальянной. Шучу. Автомобильной, конечно же. Все равно, ну, вот, что-то такое, типа, есть прикольное, необычное, притягивающее. Да, хотя, опять же, он похож немного на My Customs, но в то же время и не похож. Вот. Следующий плюс. Магнитный, уважаемые, коннектор. Вот вам, пожалуйста, тут магнитик в порту. Вы чуть-чуть засовываете. Так, сейчас тут надо еще уголок подобрать. Это будет, да, в минусах. Оп. И все защелкнулось. Я надеюсь, это будет слышно. Короче, типа, прикольно, да, то есть ты вставил, и ты почувствовал, что ты вставил, все встало на свои места до конца. Зашло. Короче, ты почувствовал, если ты вставил. Так вот, движемся дальше. Следующий плюс. Это супер правильное блюдце. В моем понимании, да, можно там изощряться, что-то там добавлять и убавлять. Но, типа, в плане практичности блюдце вот то, что надо. За это прям отдельный лайк. Удобный коннектор. Следующий наш плюс. То есть здесь вы без проблем ставите, поднимаете чашку. Ну, хотя, я думаю, что можно уже перестать это освещать в плюсах. Так как практически сейчас у всех кальянов удобные коннекторы под чашу. Вот. Дальше, что у нас? По плюсам. И сразу же такое полуплюс, полуминус. Значит, у нас есть в комплекте уплотнитель под колбу. А вот уплотнитель под чашу мне дослали практически, можно так сказать, отдельно в Sky Market. Sky Market это ребятки, которые привезли, собственно, кальян и шикарвер в Украину. Короче, странная история, почему укомплектовать одним уплотнителем, но второй не укомплектовывать. Ну, мелочь, доколупался, но она есть. Движемся дальше. Еще один плюс, что вот эта вот вся типа конструкция, она разборная. То есть вот эта вот тут гайка раскручивается. Все, дальше можете спокойно там промыть, если у вас там где-то пыль. То есть можно все снять, протереть. Короче, удобная тема. И еще один плюс. Это продувка, дамы и господа. Обратите внимание. Та же самая вертикальная продувка, которая у меня уже вот тут вот сидит. Но типа она очень прикольно реализована. И на этом кальяне она выглядит вот прям очень прикольно. Не знаю, мне прям по кайфу. Вот, переходим теперь к минусам. Здесь их не так много, но они все-таки есть. В минусы я отнесу. Это максимально не субъективно. Коннектор под 90 градусов. Да, вот эта вот история. Я не знаю, чем она вам многим из моей аудитории так не нравится. Но тем не менее. Минус хотите, пожалуйста, вот вам в минусах. Лично для меня вообще ничем она мне не мешает. Хоть так. Хоть под 45 градусов. Ну типа. Какая разница? Come on. Вот. Дальше. Движемся дальше. Собственно, вот эта история с коннектором. Ну типа. Вот так вот у вас один раз получается ровно вставить. А дальше где-то что-то как-то вы не под нужным углом вставляете. И он у вас сложно заходит. Ну короче. Коннектор немножко муторный. Вот если бы сделали не ровный вырез под него. А такой чуть с запасом. То было бы типа все четко. Вопросов, я думаю, не было бы. Но тогда вопрос был ли он. Будет ли он герметичный. Да, в таком случае. Но. В общем и целом. Как бы здесь сейчас все герметично. Настроить можно. Но это незначительный минус. Но минус. Ну и также в минус. Как бы мне это субъективно. Типа на меня никак не влияет. Да, но опять же. В минус мы это занесем. Это сходство с Mamai Customs. Тут как бы тоже. Я думаю, что сами производители не будут утверждать обратного. Что типа где он похож, покажите. Вот. И ребятки. Забыл самый главный плюс. Вам озвучить. Поэтому тут еще дополнительный плюсик. Это больше сотни расцветок шахт. Что у этой модели, что у обычного статика. Я просто представляю, как на себе рвут клочья. Менеджера по закупкам в разных магазинах. Ну типа это же жесть. Ну представьте. Сто просто расцветок кальянов. Можно сойти с ума. Моя называется Gold Emerald. Кажется так. Типа золото с изумрудным цветом. Ну типа как вы понимаете. Зеленый цвет мне нравится. Персоналочка от Stone ING у меня тоже зеленая. Бусики тут тоже с зелеными камешками. Ну короче зеленый мой цвет. Тут прям вот то, что надо. Итак. Давайте с вами подытожим. Самое главное. Это у нас ценник. Да. Значит есть. Повторюсь еще раз. Две модели, которые можно достать в Украине. Это static и static easy. Easy меньше, дешевле и... Чуть-чуть там не хватает тех фишечек, которые есть у обычного статика. Static у нас стоит 6200. А static easy, да, вот который у меня стоит 4700. Это стандартная комплектация. Колбы в комплекте естественно нету. Мунштучок вот такой вот обычный. Дальше. Какая еще возможность есть у вас сделать свой кальян этот поинтереснее? За 1100 гривен, если вы добавите, да, у вас будет их фирменное треугольное такое блюдце. Оно там тоже что-то какая-то автомобильная деталька, по-моему, если я не ошибаюсь. И мунштук более интересный. Тоже он с пружинкой. Короче, тоже прикольный. Он 100... Ну вот если вы хотите так докомплектовать, то вам придется на 1100 больше выложить. Неважно, это static easy или просто static. Вот как-то так. И вот здесь вот появится сейчас еще ценничек на их аксессуары. То есть там есть персоналка, есть отдельно мунштук, есть отдельно блюдце. Вот на все это вот, пожалуйста, вам ценники. Приобрести данные кальяны можно в магазине, интернет-магазине Sky Market. По промокоду SkyBug совместно. Тут тоже вот сейчас появится этот промокодик. Он действует не только на эти кальяны, он действует на всю продукцию. И он как бы не ограничен. Только главное его применяйте к магазину Sky Market. Вот. Получите скидочку, пожалуйста, от меня. Вам на здоровье, к Новому году. Потому что для аудитории из YouTube я еще не объявлял об этом промокодике. SkyBug получайте скидочку на всю продукцию. Даже если захотите колбой укомплектовать, например, свой шикарвер, то и на колбу тоже вам будет скидочка. Вот так вот. Вот. Собственно, Sky Market это, можно так сказать, внегласные представители компании Шикарвер в Украине. Поэтому самые дешевые цены у них, а еще и для вас, мои дорогие друзья, еще будет дополнительная скидочка от меня по промокодику. Вот. В целом, сложно на самом деле сказать, достоин ли этот кальян своих денег, да, стоит ли он своих денег или нет. Почему? Потому что есть Mamai Customs, который в плане качества не уступает, но он дешевле. Но он и по-другому выглядит, немножко по-другому курится, потому что здесь более приближенная к классической тяга. Вот. В общем и целом, как бы 4700 немаленький ценник за комплект без колбы. Это ж в гривнах, естественно, я вам говорю. Но, но, я не знаю всех вот этих вот автомобильных моментов. И, возможно, для задротов этот кальян будет, скажем так, более правильный, чем Mamai Customs, например. Ну, тут уже дело каждому. Ценник немаленький, да, будем говорить объективно. Вот. Но, и как мне рассказывал производитель, кальяновший карвер, то 90% их заказов это Европа, там, Штаты и так далее. Во многих странах они есть. Ну, типа, у них больше продукт ориентирован не на страны СНГ, да, потому что там люди там ценят вот эти вот все приколюхи. Ну, как-то так. На этом, собственно, ребятки, сегодня и все. Еще раз вас всех с Новым годом. Я вам пожелаю, чтобы 21-й год у вас был просто лучше, чем вот этот вот 20-й. И я думаю, мы все, если у каждого из нас будет так, то мы все будем с вами счастливыми и довольными. Берегите себя, носите намордники, то есть маски в общественных местах, мойте руки с мылом, с антисептиком и со всеми вот этой мишурой. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok